Пушкинская сообщает, что усилила меры безопасности в районе проведения антивоенного марша в центре Москвы. Как передает также корреспондент Интерфакса, большое количество полицейских дежурит на станциях метро Пушкинская, Тверская, Чеховская. И сама Пушкинская площадь охраняется сотрудниками правопорядка. А также несколько десятков полицейских автобусов, автомобилей, пожарная машина и карета скорой помощи тоже находятся в районе Пушкинской площади. Движения по центральным бульварам полностью перекрыты, они огорожены коммунальными машинами. И вот я, например, видела в районе проспекта Сахарова такие двойные автобусы. Их довольно много сегодня в Москве раньше. Двойные автобусы и на Триумфальной площади я видел около 20 или 30 автобусов с солдатами внутренних войск, выстроившимся в цепь, из-за чего Тверская была фактически перекрыта до того, как она была перекрыта официально, потому что вся Тверская была занята этой цепью автобусов. Также Триумфальная перекрыта и оранжевыми коммунальными машинами. И там также дежурят сотрудники ОМОНа и внутренних войск. Можно сказать, что Тверская сегодня не только в районе Пушкинской площади, но и гораздо выше, тоже перекрыта. И я думаю, что стоит посоветовать всем, кто сегодня предпринимает какие-то дела, связанные с личными необходимостями, все-таки перемещаться на метро. А я, по крайней мере, на метро собираюсь сегодня после эфира. Ну, а я надеюсь, что к тому моменту как-то закончится наш эфир. Уже все успокоится и в Москве откроют все дороги. С нами на прямой связи Лев Пархоменко. Он также находится в районе Пушкинской площади. Лев, где именно и что происходит рядом с тобой? Лев, ты нас слышишь? Где ты находишься? И в каком стане? Потому что Россия кричат все. Вот кто это вокруг вас кричит Россия? Это те, кто на марш мира пришли? Или те, кто пришли на такой вот спонтанный или организованный марш за Новороссию? Баш, Шалика, слышите меня? Да, да, конечно. Да. Ну так вот, стою я на внутренней стороне бульвара уже за рамками. И здесь, как видите, вот впереди перед рамками некоторое количество флагов ДНР. И, кстати, флаг лимоновцев. И они пытаются пройти через рамки, но, видимо, их не пропускают. По крайней мере, здесь уже за рамками резко выстроилась небольшая шеренга ОМОНа уже, так сказать, в мондировании. В шлемах с дубинками и жилетах. Но кроме вот этих сторонников Новороссии, здесь почти никого нет. То есть некоторые люди проходят, но вот людей с флагами Новороссии явно не пропускают дальше. И не дают им пройти через рамки. Они скандируют что-то. Сейчас я вот послышу, что. Да, ну они скандируют Новороссия, Новороссия, милиция с народом, если я не ошибаюсь. В общем, вот по этой, по внутренней стороне бульвара, по всей видимости, пытаются пройти сторонники Новороссии. Но их здесь, я бы сказал, не очень большое количество, но несколько десятков человек максимум. Не более того. И, по всей видимости, судя по тому, что здесь стоит ОМОН, цепочка, видимо, их пропускать на акцию не собираются, дабы не допустить каких-то провокаций. И так я, по крайней мере, могу это понять. Вот такая здесь ситуация на внутренней стороне. И здесь, надо сказать, тоже, вот если посмотреть дальше туда на бульвар, то, в общем, видно некоторое количество людей. То есть здесь с этой стороны бульвар тоже заполняется, хотя и не так плотно, как с другой стороны бульвара. Паш, Лика. Да, Петя, как вы могли бы оценить сейчас... Численность. Численность. Это не Петя, это Лёва. Это Лёва. Лёва. И ваш брат Петя также находится там. И мы читаем его в Твиттере. Мы читаем его в Твиттере, поэтому вы могли перепутать. Лёва, как численность могли бы оценить примерно? Ну, я думаю, что за рамками уже не менее тысяч пяти человек. Я бы так, наверное, оценил. Есть такое у меня предположение. Хотя очень сложно понять, так как продвигаются люди, как только проходят через рамки, проходят сразу дальше до конца бульвара. Собственно, в голову колонна. И сколько там людей сейчас уже, мне оценить сложно, но просто судя по той толпе, которая стояла перед входом на рамки со внутренней стороны бульвара, сколько из них прошло. Несколько тысяч человек уже здесь, это совершенно точно, при том, что акция еще не началась. Ну, вот, собственно, мы видим, как сторонники Новороссии развернулись и уходят от рамок. Пошли они в обратную сторону, туда, к Пушкинской площади. Видимо, может быть, они попытались пройти все-таки с другой стороны, но, по крайней мере, здесь они пройти не смогли. И ситуация... Ну, вот интересно, вы попробуйте поговорить все-таки с людьми. Вот интересны их позиции в связи с президентом Путином. Известно ведь, что президент Путин фактически благословил такой компромисс, такие соглашения, которые были заключены в Минске. Если раньше мы говорили о том, что Россия ведет агрессивную политику, ну, оппозиция говорила, что ведет агрессивную политику, что там российские войска присутствуют в Донбассе, то теперь формально Украина признает, по крайней мере, большую самостоятельность с Донбассом. Речь идет о перемирии. Вот читают ли они, что Путин изменился, что он пошел, скажем так, в сторону миротворчества? Так, сейчас, Паш, я отвечу на ваш вопрос, точнее пытаюсь поговорить с людьми, но здесь мы решили как-то прорваться, прорваться через рамки еще раз. Вы сторонники Новороссии, не очень понятно. Давайте поближе попробую подойти, чтобы сказать, что там происходит. Да, все-таки проводят, пропускают. То есть пропускают и сторонников Новороссии, это значит, что в одной колонии будут идти непримиримые противники? Ну, по сути, да. Да, их слышно гораздо лучше. Да, я понимаю, что в таких условиях спросить о чем-то содержательном участников митинга довольно сложно, потому что все заглушает барабаном. Да, но я хочу сказать, что вот судя по тому, что опять-таки пишут в твиттере очевидцы, вот этих сторонников Новороссии пропустили сейчас через рамки металлоискателей без всякого досмотра, потому что, видимо, под напором те, кто охранял рамки металлоискателей, сдались. И в отличие от того, что происходило еще несколько минут назад, когда довольно пристально досматривали людей, которые проходили через рамки, вот эти люди прошли неосмотренные. Кроме того, если можно, покажите, пожалуйста, я отобрала это тоже в твиттере, рядом с фонтаном стоит, или, наверное, сейчас уже прошли, потому что это фотография, люди с большим таким плакатом «Донбасс, прости, запредательский марш, Россия с Донбассом». И тоже вот рядом люди с флагами Новороссии. То есть у меня такое ощущение, Лика, складывается, что вот этот...